ООН на голодном пайке. Госдепартамент США официально объявил, прекращают финансировать одно из подразделений организации и это только начало. Как объединенные нации продержатся без американских денег и куда их спустит Дональд Трамп? Дмитрий Ановченко об этом подробнее. Каждый пятый доллар в бюджете организации объединенных наций давала Америка, только на расходы перечисляя миллиард 200 миллионов. Порядка 8 миллиардов в год стоят миротворческие операции и штаты оплачивали их на треть. Не говоря уже о деятельности многочисленных международных агентств, того же МАГАТЭ или Всемирной организации здравоохранения, третья часть бюджета которых тоже американские взносы. И вот теперь всю эту систему команда Трампа намерена поломать, сократив финансирование организации объединенных наций, только вдумайтесь, на 40%. Есть уже и первая ласточка, фонд народонаселения ООН. С этого момента не получит от Америки больше ни цента. На подходе сокращение финансирования глобальной программы ООН по изменениям климата. Ее в новой администрации тоже считают абсолютно бесполезной. Куда пустят эти деньги, понятно. Отдадут армии. В бюджете следующего года президент Трамп намерен выделить военным почти 640 миллиардов долларов. На 52 миллиарда больше, чем предшественники. Эти средства с девятью нулями откуда-то нужно взять. Вот Белый дом и посадит на голодный паек мировых чиновников. Тем более, что три четверти бюджета ООН в последнее время уходит не на помощь беднейшим странам мира, а на зарплаты. Сказать, что в организации объединенных наций глубоко обеспокоены, значит не сказать ничего. Без денег от главного спонсора им придется очень и очень непросто. Тем более, что по сути Вашингтон ни наказать, ни порицать нельзя, ведь взносы в ООН дело добровольное. И все разговоры о том, что Соединенные Штаты якобы лишат права голоса на генассамблее, так и останутся разговорами. А вот дипломаты, с которыми я говорил сегодня, поясняют не все так просто. И причины происходящего на самом деле две. С одной стороны, у Америки появляется вполне законный способ влиять на ООН. Если организация пойдет навстречу, скажем по поводу Израиля и оккупированных территорий, глядишь, Штаты и расщедрятся, увеличат бюджет. Нет, значит пересмотрят финансирование опять. С другой, Трамп бизнесмен. А такие люди не станут платить за вещи, которые не нужны. И Штаты могут начать финансировать только Совбез и генассамблею, но не остальные фонды. И как в случае с НАТО, где за безопасность Дональд Трамп хочет заставить раскошелиться союзников по Альянсу, за большую политику он тоже больше не намерен платить в одиночку. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.